Коммунальщики Ивана Франковска наткнулись на легендарную Станиславскую крепость. Она была построена в середине 17 века по проекту французского архитектора Франсуа Карасини и была настолько неприступной, что смогла остановить турецкую армию. Огромные кучи земли, длинные траншеи. В центре Ивана Франковска группа археологов сантиметр за сантиметром откапывают фрагменты старины. Когда строили фортецю, это же котлован был, и в котловане строится конструкция, а потом этот котлован засыпается будильным сметаном для укрепления его. И так, такой тип конструкции, он характерный для 17 века. На уникальную историческую находку две недели назад наткнулись коммунальщики. Обустраивая место для балардов, нашли кладку из белого тесаного камня – алебастра. Это кладка Станиславской фортецы, которая появилась в 60-х годах 17 века. Фортеця была три въезда. Галицкая, Галицкая брама, або Львівская ее еще называют, Тисманицкая, и на біля Вірменської церкви Вірменська фіртка. Главным сооружением крепости были Тисминецкие ворота, через которые тогда заезжали в город. Наложив давние планы и чертежи на современную карту города, стало понятно – они находились на месте, где как раз идут раскопки. Это, очевидно, часть правого корпуса от фортеця. Когда начали открывать большую стену, оно подтвердилось тем, что это большой фундамент великого споруды, которая, очевидно, была двухъярусна. За две недели археологи сумели добраться до старинного фундамента – более двух метров вглубь. Работают на волонтерских началах. Савва Иванович – один из энтузиастов. Говорит, интересуется историческим прошлым своего города. Тяжелую работу археологов скрашивают находки, фрагменты керамической посуды, остатки кафеля и даже монеты времен Речи Посполитой. На возведение музея чиновники пообещали выделить деньги из горбюджета.